Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в духовновенной псалтире царя Давида. Помяни Господи царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 111-й псалом. В православной толковой Библии говорится об этом псалме. Блаженством будет пользоваться тот, кто боится Господа и крепко любит его заповеди, как его самого, так и потомков его наградит Господь, даст обилие внешних благ, поможет в несчастьях. Об этом говорится с 1 по 4 стих. «Истинный чтитель Господа, милостив к другим, честен в слове, не боится молвы, тверд в вере, и Господь наградит его вечной памятью. А нечестивый, при виде его блаженства, заскрижищет зубами и истает от зависти». Об этом говорится с 5 по 10 стих. Псалом небольшой, здесь 9 стихов, 10 стихов. В надписании он имеет по септуагенте слово «Аллилуйя», «Псалом», так по греческой септуагенте, также по церковнославянски, церковнославянский следует за септуагентой, и по-еврейски он тоже начинает с этим словом «Аллилуйя», то есть «Восхвалите Господа». И сам Псалом начинается словами «Блажен муж, боящийся Господа». «Заповеди его он сильно возлюбит». «Блажен» — это «счастлив», и я напоминаю значение этого слова на еврейском языке. «Аширей» — «иш» — «блажен муж», «аширей» — имеется в виду «блажен всегда», «счастлив всегда». Не так, что вот утром он счастлив, а вечером несчастен, или наоборот. То есть смысл этого слова еврейского, то есть он пребывает в таком неизменном, блаженном, благостном и счастливом состоянии. Но что это нам может обеспечить? Страх Божий и любовь к заповедям Господня. «Блажен муж, боящийся Господа, заповеди его он сильно возлюбит». А по-славянски восхочет зело по златоусту, имеет великую любовь к ним, то есть к заповедям. Эта тема очень сложная, мы ее касались несколько раз, как человек может любить закон Божий. Как уголовник может любить уголовный кодекс и петь ему гимны, составлять в его честь псалмы. На самом деле речь идет о том, что закон Божий, он столь совершен, даже нарушающий закон Божий, но знающий этот закон, они поражаются гармоничной красотой этих заповедей, в их чередовании, в их текстовой композиции, как они нам предлагаются, как и апостол Павел пишет, закон свят и заповедь свята. «Мощно будет на земле семя его». То есть человека, который боится Господа, то есть боится нарушить его волю и любит его закон. Род правых благословится. Давайте посмотрим, как это звучит по еврейски, точнее, возможно, перевод с еврейского. «Счастлив муж, кто страшится Господа, его заповедей желает очень», то есть вожделеет к ним. То есть не просто любит, а любит до вожделения. «Героем на земле будет семя его, прямым и благословенный род». То есть здесь мы видим, что мощный и герой, эти понятия, как бы они тождественны. Третий стих и ниже. «Слава и богатство в доме его». И действительно в книге «Второзаконие» там перечисляются те блага, материальные блага, которые даются человеку, который исполняет Божий закон. То есть если ты исполняешь Божий закон, значит, ты на службе у Бога. Ты подчиняешься его воле. А Бог, в свою очередь, заботится о тебе. «Слава и богатство в доме его, и правда его пребывает век века». А какая может быть правда человека? Его правда. То есть когда ты возлюбил закон, ты созвучен с этими заповедями в том смысле, что твоя правда, твое понимание гармонии не противоречит библейским представлениям о правде и о гармонии. «И правда его пребывает век века». Потому что век в век может пребывать только Слово Божие, но когда оно проникает в нас, оно становится как бы нашим. Поэтому и сказано «И правда его». И далее. «Высиял во тьме свет правым, он милостив и щедр и праведен». Милостив не будет нас наказывать, щедр напротив будет нас благословлять всем необходимым, праведен, будет являться для нас примером. Как апостол Петр пишет о Христе, он оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам его, по следам его. «Добрый муж, щедро делающий, устроит дела свои на суде так, что вовек не поколеблется». Что значит «щедро делающий», щедро дающий, щедро дающий, то есть взаймы дает, его дела будут устроены, он заботится о других, Бог позаботится о нем, устроит дела свои на суде. Феодорит Кирский пишет, «таковый ничего не делает безрассудно, но право, вводясь рассудком, располагает и слова, и дела свои». То есть когда он совершает какие-то суды, суждение какое-то имеет о чем-то, он отталкивается от той правды, которую исповедует. Так что вовек не поколеблется. То есть в этой жизни он не поколеблется в своем веке. А что в будущем? Шестой стих говорит о будущей жизни. В вечной памяти будет праведник. Он не будет забытый в вечности. «Худой молвы не убоится», апостол Павел пишет, «мне все равно, как обо мне судят другие, я и сам никого не сужу. «Сердце его готово уповать на Господа, непоколебимо сердце его, не убоится, пока не увидит погибели врагов своих». А что это может значить? То есть после того, как увидит погибель врагов, может испугаться, что ли? Да, на самом деле именно так. Когда мы видим падение наших врагов, вдруг мы задумываемся, и такая мысль появляется. А мы сильно-то от них и не отличаемся. Если они пали, можем упасть и мы. Такое рассуждение предлагает апостол Павел в послании к римлянам о уверовавших из язычников и об отпадших из евреев. Когда говорит, ты думаешь, что они отпали, чтобы тебе привиться? Не гордись, но бойся. Он расточил, дал нищим, то есть Господь обнищал ради нас. Кстати, мы обогащаемся нищетой у Господа, его обнищанием ради нас, которой есть расточительность. Дал нищим, то есть нуждающимся. Правда его пребывает век века, то есть в этой жизни и в будущем. Мы будем наслаждаться справедливостью божественной правды. Мощь его будет превознесена во славе. Превознесена во славе по Феодориту, стяжавший добродетель, будет силен и знаменит. Еще раз прочитаем, вот, шестое ниже. В вечной памяти будет праведник, худой молвы не убоится, сердце его готово уповать на Господа, непоколебимы сердце его, не убоится, пока не увидит погибели врагов своих. Он расточил, дал нищим. Правда его пребывает век века. Мощь его будет превознесена во славе. И последний стих. Грешник увидит сие и разгневается. То есть когда грешники, которые враждовали с нами, нераскаянные грешники, мы тоже грешники, но мы раскаялись. А вот те, которые враждебно к нам относились, они увидят превознесенных во славе верующих и разгневаются, зубами своими заскрежещет, такой грешник, и стает, то есть заскрежещет от зависти, и стает от зависти к благоденствию праведных гибнет, пишет Феодорит о таком человеке. Желание грешника погибнет. То есть оно не исполнится, его желание никакое. Погибнет вместе с грешником. И его путем, об этом говорится в 36-м псалме также, с 9 по 13 стих. Этими словами оканчивается 111-й псалом. Продолжение следует...